Разумеется, человеку дана свобода выбора. Так что, если он не стремится к освобождению из материального мира, то может наслаждаться жизнью Брахмапады, занимая пост Брахмы, и посетить Сидхалоку, планеты, населенные существами, обладающими материальными совершенствами, способными управлять силой гравитации, пространством, временем и т.д. Для того, чтобы попасть на эти высшие планеты, материальной вселенной, нет необходимости расставаться с умом и разумом, тонкой материей. Достаточно покинуть грубое материальное тело. Созданные человеком спутники и другие механические средства передвижения в пространстве никогда не смогут доставить людей на другие планеты. Людям недоступны даже разрекламированные путешествия на Луну, поскольку, как мы уже говорили, атмосфера этих высших планет отличается от земной. На каждой планете своя особая атмосфера, и тот, кто хочет попасть на какую-либо планету, материальной вселенной, должен иметь тело, приспособленное климатическим условиям именно этой планеты. Например, тому, кто хочет отправиться из Индии в Европу, где его ждут другие климатические условия, придется сменить одежду. Подобно этому, чтобы отправиться на трансцендентные планеты Вайкунхи, необходимо полностью сменить тело. Тот, кто хочет достичь высших материальных планет, может сохранить свое тонкое деяние – ум, разум и ложное эго, но с грубым телом, состоящим из земли, воды, огня и т.д., ему придется расстаться. Отправляясь же на трансцендентную планету, необходимо сменить и грубое, и тонкое тело, потому что духовного неба можно достичь только в духовном теле. Смена одежды произойдет сама собой, в момент смерти, если живое существо этого хочет. Захотеть этого в момент смерти можно лишь в том случае, если развивать в себе это желание в течение жизни. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Занявшись преданным служением, человек развивает в себе желание достичь царства Бога. Ниже дана общая методика, с помощью которой можно подготовиться к легкому путешествию на антиматериальные планеты Вайкунхи, где нет ни рождения, ни старости, ни болезней, ни смерти. В общих чертах позитивная часть предписания этой методики заключается в следующем. Первое. Для того, чтобы обучение проходило на научной основе, серьезный ученик должен принять истинного духовного учителя. Пока наши чувства материальны, осознать с их помощью трансцендентное невозможно. Поэтому нужно одухотворить чувства, следуя предписанному методу под руководством духовного учителя. Второе. Избрав истинного духовного учителя, ученик должен надлежащим образом получить у него посвящение. С этого момента и начинается его духовное обучение. Третье. Ученик должен быть готов всегда и во всем удовлетворять своего духовного учителя. Истинный духовный учитель в совершенстве знает методику духовной науки, сведущ в духовных писаниях, Бхагавадгетти, Виданти, Упанишадах и Шримадбхагаватам. И является осознавшей себя душой, установившей реальную связь с Верховным Господом, надежным проводником, который может провести искреннего ученика по пути, ведущему к Вайхунхам. Следует всегда и во всем удовлетворять духовного учителя, поскольку одной его благосклонности уже достаточно, чтобы ученик удивительно быстро продвигался по этому пути. Четвертое. Чтобы рассеять все свои сомнения, разумный ученик задает духовному учителю разумные вопросы. Духовный учитель указывает ему путь, но не по своей прихоти, а в соответствии с принципами, установленными авторитетами, действительно прошедшими по этому пути. Имена этих авторитетов приведены в Писаниях, и нужно просто следовать за ними под руководством духовного учителя. Духовный учитель никогда не отклоняется от пути, указанного авторитетами. Пятое. Ученик должен стараться всегда следовать по стопам великих мудрецов, практиковавших этот метод и достигших успеха. Это должно стать девизом на всю его жизнь. Нужно не подражать им внешне, а искренне следовать их примеру, учитывая конкретные обстоятельства и время. Шестое. Ученик должен быть готов изменить свои привычки в соответствии с наставлениями авторитетных книг, и во имя удовлетворения Господа, по примеру Аджуны, должен быть готов пожертвовать как чувственными наслаждениями, так и отречением от них. Седьмое. Ученик должен жить в духовной атмосфере. Восьмое. Он должен довольствоваться только тем, что необходимо для поддержания тела, и не стремиться к большому богатству, чем требуется для введения простого образа жизни. Девятое. Он должен соблюдать посты, в частности на одиннадцатый день пребывающей и убывающей Луны. Десятое. Он должен оказывать почтение дереву баньян, коровам, ученым-брахманам и преданным. Таковы первые шаги на пути к преданному служению. Со временем нужно принять и другие запрещающие указания. Одиннадцатое. Избегать оскорблений в преданном служении и при повторении святых имен. Двенадцать. Избегать излишнего общения с непреданными. Тринадцать. Не принимать слишком много учеников. Это значит, что ученик, успешно выполнивший первые двенадцать пунктов, может и сам стать духовным учителем. Как хороший ученик в школе, который может стать старостой небольшого класса. Четырнадцатое. Не выдавать себя за очень образованного человека, просто цитируя книги. Нужно обязательно основательно изучить необходимую литературу, не черпая лишних сведений из других книг. Пятнадцатое. Постоянное четкое соблюдение этих четырнадцати правил позволит ученику сохранять равновесие ума даже во время величайших испытаний, связанных с материальными потерями или приобретениями. Шестнадцатое. Достигнув следующей ступени, ученик освобождается из-под власти скорби и иллюзии. Семнадцатое. Он не смеется над другими религиями и формами поклонения и не глумится над личностью Бога и его преданными. Восемнадцатое. Он не может сносить оскорблений в адрес Господа и его преданных. Девятнадцатое. Он не должен принимать участие в разговорах, касающихся отношений между мужчиной и женщиной, и заниматься бесполезным обсуждением чужих семейных дел. Двадцатое. Немысленно, ни на деле он не должен причинять боль другим живым существам, кем бы они ни были. Первые три пункта предписанных действий из этих двадцати обязательны и особенно важны для серьезного ученика. Серьезный ученик должен следовать еще сорока четырем пунктам. Но Господь Чайтани выделил из них пять наиболее важных. Они были отобраны с учетом современных условий жизни. Вот что необходимо. Первое. Общаться с преданными. Общение с преданными заключается в том, чтобы внимательно слушать их, задавать им вопросы по существу, кормить их и принимать угощения от них, жертвовать им и принимать от них все, что они предложат. Второе. Петь и повторять святое имя Господа в любых обстоятельствах. Повторение имени Господа – несложный и недорогой метод познания Бога. Можно повторять какое угодно из бесчисленных имен Господа и делать это в любое время. Но нужно стараться избегать оскорблений. При произнесении трансцендентных имен можно совершить десять оскорблений и насколько возможно следует избегать этого. Но тем не менее нужно постоянно повторять святые имена Господа. Третье. Слушать трансцендентное повествование Шримад Бхагаватам. Для этого нужно слушать лекции истинных преданных и читать авторитетные переводы Бхагаватам. Четвертое. Поселиться в Мадхуре, где родился Господь Кришна. Или же, получив инициацию духовного учителя, превратить свой дом в Мадхуру, установив в нем Мурти Кришны и поклоняясь ему всей семьей. Пятое. Искренне и с преданностью поклоняться Божеству, установленному дома, и тогда в нем воцарится атмосфера обители Господа. Это возможно с помощью духовного учителя, который владеет этим трансцендентным искусством и может подсказать ученику, как это правильно делать. Этим наставлениям может следовать каждый человек в любой стране. Таким образом, каждый сможет подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу, воспользовавшись этим несложным методом, рекомендованным такими авторитетами, как Господь Шри Чайтанья Махапрабу, явившийся специально для того, чтобы освободить падшие души этой эпохи. Для более глубокого изучения этой темы нужно обратиться к таким книгам, как Бактира Самрита Синдху, изложение которой на английском языке представлено в нашем нектаре преданности. Процесс перемещения на духовное небо включает в себя постепенное устранение всех материальных покрытий духовных души, грубых и тонких. Пять вышеупомянутых видов преданного служения обладают такой духовной силой, что даже на предварительной стадии, искренне выполняя их, преданный может очень быстро подняться до уровня пхавы, ступени непосредственно предшествующей любви к Богу, то есть достичь уровня духовных переживаний, трансцендентных деятельностей ума и разума. Полное погружение в пхаву – любовь к Богу – позволяет перенестись на духовное небо сразу же после оставления временного материального жилища. Фактически, развив в себе совершенную любовь к Богу, преданный уже достигает духовного уровня, даже находясь в грубом материальном теле. Его можно сравнить с раскаленным дырокрасна железом, которое, соприкасаясь с огнем, перестает быть железом и действует как огонь. Это возможно только благодаря загадочной и непостижимой энергии Господа, измерить и оценить которую материальная наука не способна. Поэтому надо посвятить себя преданному служению с абсолютной верой, а чтобы укрепить веру, нужно искать общество истинных преданных Господа, общаясь с ними лично, если это возможно, или думая о них. Общение с преданными постепенно приведет к настоящему преданному служению Господа, и это мгновенно устранит все материальные сомнения. Идущий этим путем сам прочувствует все эти стадии духовного познания, что укрепит его веру в то, что он действительно прогрессирует, продвигаясь по пути, ведущему на духовное небо. И тогда у него появится искренняя привязанность к Господу и его обители. Таков процесс постепенного развития любви к Богу, который является самой насущной потребностью человека. Из истории мы знаем о великих личностях, мудрецах, царях и других, следовавших этим путем и достигших совершенства. Среди них есть такие, кто добился успеха, с верой и твердостью занимаясь всего лишь одним видом преданного служения. Вот некоторые из них. Первое. Император Парикшит поднялся на духовный уровень, слушая Шри Шукадеву Госвами, великого авторитета в преданном служении. Второе. Шри Шукадеву Госвами достиг того же, слово в слово повторяя трансцендентное послание, полученное от своего великого отца Шри Вьесадевы. Третье. Император Прохлада, выполняя учения, указания Шри Нарады Муни, великого святого и преданного, постоянно помнил о Господе и тем самым добился успеха в духовной практике. Четвертое. Лакшмиджи, богиня процветания, достигла успеха, сидя у лотосных стоп Господа и служа ему. Пятое. Царь Притху достиг совершенства, поклоняясь Господу. Шестое. Колесничая Крура достиг успеха, вознося молитвы Господу. Седьмое. Хануман, Махавира, прославленный и преданный Господа Шри Рамачандры, имеющий нечеловеческую форму тела, добился успеха, выполняя приказания Господа. Восьмое. Арджуна, великий воин, достиг того же совершенства, просто поддерживая дружеские отношения с Господом, который поведал Бхагавадгиту, чтобы просветить Арджуну и его последователей. Девятое. Император Бали достиг успеха, отдав Господу все, включая собственное тело.